Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с архипастырем. На ваши вопросы сегодня ответят митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня непростая ситуация в стране. Речь идет о защите рубежей государства. И, конечно, сложно обойти эту тему стороной, поскольку касается каждого из нас. Раньше во время любой всенародной беды все шли в храм. Владыка, может ли церковь сегодня стать спасением для современных верующих? Действительно, и раньше, и сегодня люди приходят в храм, когда случаются такие общественные бедствия, какие-то события чрезвычайные. Просто раньше шли или все, или, по крайней мере, большинство народа. Сегодня идут те, кто ходит в церковь, кто является верующим церковным человеком. Для верующего человека это абсолютно естественно, что в случае подобных ситуаций прежде всего надо обращаться к Богу. Вот те наши сограждане, те наши зрители, которые являются верующими, православными христианами, конечно, обращаются к Богу в первую очередь. А с какими словами прежде всего надо обращаться к Господу Богу, когда приходишь в храм? Вы знаете, тут скорее важны не слова, а некое общее настроение, некие общие чувства, которые в сердце человека. Видите, слова могут быть разные. Это могут быть слова молитв, которые общеприняты, которые находятся в молитвословии, или которые произносят священник на молебне, на специальном богослужении, которое посвящено тому или иному событию. А можно говорить те слова, которые есть у человека в сердце самому, обращаясь к Богу так же, как он обращался бы к самому близкому себе человеку. Это, в общем-то, равнозначно, потому что главное – это те чувства, которые переполняют сердце человека. И это чувство к Богу должно быть очень таким сильным, и, соответственно, оно вызовет подходящие слова, обращения. А правда ли, что причина всех конфликтов и войн в отступлении от Бога? – Да, конечно. Дело в том, что Господь дал людям некие правила, по которым они должны жить. Мы их называем заповедями. Эти заповеди были даны в Ветхом Завете и в Новом Завете. Для человека далекого от церкви, который знает лишь какие-то фрагменты церковного учения, эти заповеди кажутся какими-то запретами. Вот есть такая странная организация церковь, которая, когда человек хочет чего-то хорошего или вкусного, она говорит, что не надо, не трогай, не лезь. Все время запрещает. На самом деле заповеди – это такая инструкция, как, живя в мире, человеку быть человеком, стать человеком и продолжать оставаться человеком. Да, эти заповеди носят чаще всего такой характер императивное отрицание – не укради, не прелюбодействуй, не лги и так далее. Но практика показывает, и каждый человек в этом когда-то убеждается в конце концов в своей жизни, что это единственная такая инструкция, которую соблюдаем, можно стать человеком, повторюсь, и остаться человеком. Поэтому, когда отдельный человек или общество, или большинство людей живет не по заповедям, а наоборот по каким-то противоположным заповедям, Божьим установкам, то, конечно, человеческая жизнь постепенно превращается в ад, еще здесь на земле. Это в отношениях людей между собой, порой даже близких, очень часто встречается, и примеров тому, я думаю, знает массу каждый. Но это же и происходит в более широком смысле, когда вот это вот забвение или пренебрежение заповедями Божьими проявляется вот в международных, межгосударственных отношениях между народами, нациями. Вот это внутри одного народа. Вот это такое разделение, раскол, которое, конечно, приводит к конфликтам, зачастую к войнам. И в основе лежит действительно забвение заповедей Божьих. Даже точнее не забвение, а сознательное сопротивление им. Как молиться за воинов, за родных, которые были призваны и мобилизованы? Из-за всех сил. Как могут. Конечно, надо обязательно приходить в храм. Всегда люди в какие-то такие тяжелые события происходили, они приходили в церковь. Сегодня тоже люди пришли в церковь. Достаточно много людей. Это и жены, и матери, и братья, и сестры. Тех, кто, допустим, сейчас мобилизован и ушел на фронт. Но вот что печально. Эти люди пришли, они крещены. Но они практически никогда, может быть, по каким-то отдельным случаям, приходили в храмы. Они пришли и не знают, что делать в церкви. Они приходят не во время богослужения, потому что они никогда не ходили в церковь на службу. Они просто приходят днем, вечером, утром. Их видно сразу. С одной стороны, у них есть некое такое движение к Богу. Когда смотришь в их глаза, понимаешь, что они пришли именно к Богу, и что это для них является насущной потребностью. Но они не знают ничего. И, конечно, когда такой человек приходит к Богу, очень важно не ограничиться написанием записки. Знаете, многие люди знают, вот надо прийти в церковь, написать записку и оставить там. И заплатить какую-то денежку. Ничего подобного. Нужно молиться самому. Записка, которую мы подаем на литургию, это вещь важная. Это молитва всей церкви, молитва священника. Но будет странно, если вся церковь будет молиться за твоих близких, а ты сам поставишь по лучшему записку и пойдешь дальше под своим делом. А ты сам молиться не будешь. Вот это очень нужно понять, что людям, которые хотят как-то помочь своим близким, им нужно учиться за них молиться Богу в храме и дома. Утром ли, вечером, тогда, когда есть возможность, ну, обязательно помолиться Богу. Или специальными молитвами. Есть молитвословы, в которых есть молитва о воинах, находящихся на поле битвы, на полях сражений. Вот, есть специальные воинские молитвословы, где тоже есть целый ряд молитв, которые посвящены этому. И обязательно приходить в храм и поминать там своих близких, обязательно молиться. Если, повторюсь, нет навыка молитвы, молиться своими словами. Неужели мама не найдет слов в своем сердце, обращенных к Богу за сына, которого призвали, которого мобилизовали? Конечно, найдет. Мы знаем из воспоминаний разных людей, что в военное время людям рекомендовали читать, держать при себе 90-й псалом. Как это может помочь? Ну, дело в том, что псалмы – это самый древний вид молитв. И 90-й псалом – это псалом, который говорит о помощи Божьей человеку. Он начинается словами «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица». И весь псалом посвящен помощи Божьей человеку, находящемуся в каких-то обстоятельствах, в испытаниях. Но у нас народ церковно-славянского языка особо не знает, и поэтому есть такое – живые помощи. На самом деле, живый, живущий в помощи Вышнего, во дворица под кровом Бога. И эту молитву обычно читают, когда человек находится в каких-то обстоятельствах тяжелых, сложных. Это давняя такая традиция церковная. И знаете, есть такие даже поиски с этой молитвой. Еще даже в Вторую мировую войну, когда отправляли своих близких на фронт, обязательно или давали им в кармашек эту молитву написанную. Ну, конечно, сама по себе мы не верим в обереги молитвы. Но это некий такой символ. А лучше всего, конечно, чтобы человек, который находится в таких... Сам бы мог ее прочитать. Ничего сложного в этом нет. И прочитать, и понять ее. И молиться ею этой молитвой. Это такое очень искреннее и глубокое обращение к Богу. И упование, вера в то, что тот, кто обращается к Богу, тот находится под его покровом и под его защитой. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Приход Никольского храма один из крупнейших в Ульяновске. Поэтому с самого начала, наряду со строительством храма, здесь предполагалось возведение духовно-просветительского центра, где могли бы разместиться воскресная школа, православный молодежный клуб, лекторий для взрослых, социальная служба прихода. 21 октября, день памяти святой преподобной Пелагии Антиохийской, петрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в храме во имя святителя Николая Чудотворца Ульяновска. Владыка Лонгин совершил чин освящения духовно-просветительского центра при храме во имя святителя Николая Чудотворца. Затем митрополит Лонгин вручил настоятелю храма во имя святителя Николая Чудотворца Партоиерею Павлу Путилкину медаль святого блаженного Андрея Симбирского третьей степени за многолетние труды на благо святой церкви. Владыка удостоил архиерейских грамот и благодарственных писем за вклад в дело строительства нового здания духовно-просветительского центра помощников-настоятеля. Владыка Лонгин провел первый урок в духовно-просветительском центре при Никольском храме и рассказал о цели работы воскресной школы. Я хотел сказать о том, что цель воскресной школы достаточно узкая. Это ввести детей, подростков в церковь. Рассказать им обоих. Объяснить им, что такое вера православная. Научить их евангельским заповедям. Ну, если говорить совсем просто, что такое хорошо и что такое плохо из детства и детского стихотворения, это то, что основывается на Евангелии. Вся наша нравственная педагогика, она евангельская в своей основе. Строительство духовно-просветительского центра велось на протяжении нескольких лет. Потребность в центре возникла давно, поскольку сегодня в воскресной школе при Никольском храме обучается более 60 детей. В воскресной школе при храме Николая Чудотворца в этом году 10 лет. И вот когда она создавалась, у нас уже изначально родилась идея построить большой духовно-просветительский центр, в который как раз бы и вошли бы и воскресная школа, и молодежный клуб, и лектория для взрослых, и другие еще наши такие вот социальные направления. И вот в этот день радостный, она уже вот как раз и состоялась. Конечно же, может быть сказать, что это только еще промежуточный этап, да. Мы открыли сегодня аудиторию для занятий. Но следующий этап – это благоустройство и ремонт помещений для социального центра «Опора». Сотрудники духовно-просветительского центра уверены, что его открытие является значимым событием не только для прихода, но и для всего Заволжского района Ульяновска. Вообще хочется, чтобы это был центр встреч духовного, объединения, прежде всего. И во главе, конечно же, веры. И вот это вот как бы девиз такой, да, чтобы во всем управляла любовь. Вот, в общем-то, хочется, чтобы это было таким пристанищем для многих, чтобы это было место такого желания поделиться, прийти, как-то поучаствовать, сплотиться. И мы всегда всех ждем, любим, и вот надеемся, что будут всегда классы и здания нашего центра полны. Очень рады, что открылся мой просветительский центр. И теперь будет у нас светло, волосы большие, удобно работать. Вот, всех поздравляю с открытием просветительского центра. И с Божьей помощью желаю просветать и расти. Наряду с детьми знания о Боге и вере в духовно-просветительском центре будут получать и их родители. Прихожанка храма Екатерина Сучкова не только впервые в этом году привела своего ребенка в воскресную школу, но и сама призналась в том, что ей хотелось бы расширить свои знания о православии и посещать лекции для взрослых. Да, я буду посещать, потому что мне интересно узнать историю православной церкви, также познакомиться с церковнославянским языком, ну, также для себя укрепиться в вере. Двери духовно-просветительского центра при Никольском храме открыты для всех желающих узнать как можно больше о базах православной веры. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Двери духовно-просветительского центра Симбирская митрополия. Двери духовно-просветительского центра